Доброе утро, дорогие мои! Сегодня 11 октября. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Хотел уже закончить беседу, но гляжу, еще пол свечки есть. И хотел бы тогда немножечко еще продлить беседу о четках, которые я вам рассказал, что у меня есть несколько четок. Я их использую в разных случаях, они мне разные напоминания эти четки дают. Там есть о четках, значит, там я не нашел, у меня не было с собой, но вот еще могу показать, что вот у меня такие четки есть, электронные. Ну, я тут иногда смотрю, сколько я за день все-таки прочитал Иисусова молитв, но чаще всего мне просто удобно так, она ничего не болтается, ничего не это, молится и молится. Палец кланяется и кланяется, кланяется и кланяется за меня. Это особенно, когда что-то делаешь, читаешь или смотришь, и вот в это время читаешь, и рука за все, за все тело отвечает, палец за тебя отвечает, а молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилу неогрешного. Она отвечает за что? И вот сейчас я хочу вам дополнить просто, поскольку значение этой молитвы для меня высокое. Я давным-давно знаю, что это молитва. Ну, давайте сейчас обсудим, что она. И я вам предлагаю маленький за честь отрывочек о иеромонах Григорий, духовник, такой рассказ, есть в новом Афонском Патерике. Я вам рассказывал, что я выписал его, вот он пришел, этот Патерик, и в нем рассказы о святых отцах, новых, можно так сказать, нового времени, ну, с 19 века это начинается, о их житии, о их высказывании, их, в общем, поучения. И многие из них, конечно, очень интересные, а то и забавные. Мы еще почитаем некоторые вещи из этого Патерика. Когда я закончу его весь читать, я уж отберу такое, что самое нам может быть необходимо, и мы потихонечку почитаем. А сейчас я просто вот пока у нас есть минут 10-15, хочу дополнить о четках, следующие. Смотрите, иеромонах Григорий, духовник, рассказ. Сейчас я подойду, найду откуда. Давайте вот так. У отца Григория исповедался и известный на святой Афонской горе Безмолвних Калинник. Однажды, когда приближался престольный праздник, Каливы, отца Калинника, Каливы – это, ну, вот место жития, а там на Афоне, вот время, которое описывается, вот Каливы, то есть вот эти пещерки или иногда небольшие избушки, они два-три человека могло жить, пять человек могло жить, например, в них. Они выбирали старшего, и это был старец. То есть вот понятие старец, оно пошло, можно так сказать, со святой горы Афон, но оно обозначало старший вот по Келии или старший по какому-то монастырю, а в монастыре три-четыре-два человека. Вот у него, у отца Григория, жило обычно два-три человека или соседей тоже вот так два-три человека, и каждой у них было вот это Каливы, и эти Каливы, ну, в частности, Каливы отца Калинника, он спросил духовника, можно на праздничной трапезе предложить пищу с растительным маслом, поскольку престольный праздник выпадал на среду. То есть вот соседи отца Григория спрашивают, можно ли масло предложить на среду, а отец Григорий и Романа Григория, он среду, пятницу строго постился, никакого масла, никаких, значит, там, ну, в общем, никаких этих. И подвижники, они постятся всегда, ответил отец Григорий. И престольный праздник, не престольный праздник, разница им никакой. Так на праздничной трапезе отцы вкушали сухари и варёные овощи без масла. То есть даже престольный праздник не отмечали особым едой какой-то. А уж если постный день, то значит постный день. Среда и пятница на Афоне обязательно постные дни. Итак, дальше. Послушник отца Калинника часто ходил в Дафни, относя на почту письма своего старца. Нередко он был вынужден совершать богослужение суточного круга по чёткам. То есть молился Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И это считалось совершать богослужение, ежедневное богослужение. То есть все вот чётки заменяют утреннюю, вечернюю, ну всё богослужение, все эти часы в пути. Однако суточная круга по чёткам в пути, однако мучился помыслом. Считается ли это за службу? Вместе со своим старцем они спросили об этом своего духовника, отца Григория. И тот задал простой вопрос послушнику. Скажи-ка, если бы по дороге в Дафни ты нашёл на тропинке кошелёк и взял себе, то считалось бы это кражей? Конечно, считалось бы, ответил послушник. Это было бы грехом, и я должен был бы в этом исповедоваться. Кстати, вы считаете находку кошелька на улице кражей? Полагается любую находку отдать в полицию. Тот, кто ищет, может туда обратиться и обратно получить. Было у вас такое? У меня только один раз было. Но это было время, когда подбрасывали кошельки для того, чтобы после развести человека. То есть он поднимал, вдруг кто-то тут подскакивал, что это вроде мой, а я тебе готов дать, только дай мне сдачу, там какая-то большая сумма. Тот, кто хотел получить, вынимал свой кошелёк, к нему в этот кошелёк залезали, в общем, обманули. Бумажки ему туда накладывают и ещё. И я однажды так попался. Я шёл, ну я знаю, где шёл, значит, ладно, от французского посольства. И там в переулке вдруг крак передо мной кошелёк. И я так понимаю, что впереди человек, который его, в общем, уронил или идёт. И я ему крючу, стой, стой! Он остановился. Я говорю, ты кошелёк уронил. Он подходит, стоит, смотрит на меня. Я говорю, твой кошелёк. А он, у него ведь запрограммировано, что я должен был поднять этот кошелёк, ему, значит, в руку начинать давать. Он бы начал брать. И тут вот эта вся копотня началась бы. В общем, он тут деньги. И он мне так говорит, так подними. Я говорю, а зачем? Это не мой кошелёк. Он говорит, что-то он такое сказал. А, он так и сказал, так надо поднять. Я говорю, так твой кошелёк и поднимай. И я так, значит, на него разозлился и пошёл дальше. Он поднял этот кошелёк, догоняет меня и говорит, батюшка, ну уж прости. Я его подкинул. Я говорю, ах, так ты вот такой жулик. Ты вот так хотел меня обобрать, говорю. И мы с ним шли на метров, наверное, сто. Нет, подальше даже шли. И я его поругивал. Он говорит, ну что, батюшка, ну вот они, они же сами жадные такие. Они вот хотят вот на всём заработать. Уж чё тут. Ну, оказывается, вон, глядите на Афонит. Это даже грех, если ты поднял и не отдал куда-то, себе присвоил. Ну, вот такой. Я сейчас не знаю, есть ли такая хитрость или нет. Мы в детстве-то баловались такой хитростью, но мы на верёвочке подкидывали. И вот идут, только наклоняются. А ты дёрдл? И хохот такой смешной. Скажи-ка, если ты бы дороги в Дафне нашёл на тропин кишелёк, взял себе, то считалось бы это кражей? Конечно, считалось бы, ответил послушник. Это было бы грехом, я должен был в этом исповедоваться. Ну, так если недоброе дело, сделанное по пути, считается недобрым и вредит тебе, то как может не считаться богослужение та служба, которую ты совершил в пути по чёткам? Конечно, она считается службой. И не мучайся помыслами на этот счёт. Я не буду особенно дальше распространяться. Кто-то может сказать, что там можно действительно и другие вещи по чёткам делать и часы читать, или ещё что-то. Но я хочу просто обратить внимание, что любая молитвка равна любой другой молитвке. У нас всё равно по духовности, но только одно причастие является высшей точкой этой духовности. То есть вы сколько хотите, молитесь как хотите, и каждый раз ваша молитвка, то есть только правильно сделана, она заменит вам всё, что хочешь, утренние часы, вечерние часы. Больше того, я встречал разговоры прямо монашеские, старцы разговоры о том, что дело не, например, монахи спрашивали, когда я служу, хлеб пеку, и у меня нет времени на богослужение пойти и так далее. Это равно тому, что я на богослужении присутствую? И я слышал ответ старца – да, конечно. Любое делание ради ближнего своего, оно равно молитве, она такая же молитва. Такая же молитва. Чтение книги духовной – это тоже молитва. Чтение Евангелия – ещё молитва. И они по уровню или по силе или по значению вообще никак не отличаются. Вообще никак не отличаются. Но все эти молитвы ведут к отношению с Богом, которое в конечном итоге должно выразиться в причастии. У святых, вот эти отцы на Афоне, они каждый день причащались. Все, о которых пишут, они сами у себя служили литургии, но нужно было два-три человека, там один не мог служить. Тут даже есть рассказ, как у него всё время помощник приходил, и вдруг какой-то день не пришёл, что-то с ним случилось. Он остановил литургию, и пришли ангелы. Пришли ему ангелы, помогли. Поэтому никогда не учижайте себя или как-то говорите, что я что-то недостойное делаю, если вы молитесь в то время, когда должны были, значит, там на службе быть, например. Ну, не можете. Я как-то у архиепископа спросил, поскольку меня старушки донимали, что к ним приезжают родственники, дети, и они, батюшка, я вот не могла, там приехали, я ему служила, вот это, я им пирожки пекла и всё остальное, уж ты меня прости. И я даже к отцу Амбросия обратился, говорю, батюшка, вот как мне? Он говорит, так она высшее дело не служила. Мы же как раз и готовим всех на службе к служению ближним своим. Поэтому то, что она не пришла, это высшее для неё служение, которое ей должно было быть. Вот так, мои хорошие. Так что молитесь, молитесь. И меняйте молитвку на молитвку. Где-то вы Иисусову, где-то вы обед готовите, где-то вы бельё стираете, где-то вы с ребёнком беседуете. Всё это молитвы, если о духовном речь идёт. Вот так. Всем здоровья, радости, приходите на канал. Аминь. Бог сый, помилуй нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова